Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Для тех, кто хочет защищать Родину и решил отправиться в зону СВО. В Самаре начал работу колл-центр, где можно получить полную информацию о прохождении службы по контракту. Его работу оценил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Обменялись опытом и поделились знаниями. В Самаре стартовали учебно-методические сборы с помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими СВО. С долгами, но без воды и электричества. Самарцам, которые не платят за коммуналку, отключают водоснабжение и канализацию. Сказочные персонажи и космические приключения. В Доме актера открылась выставка самарского художника Юрия Ивукина. В Самарской области не будет пышного празднования Нового года. Например, масштабных концертов. Однако улицы традиционно украсят. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Праздновать в условиях СВО неправильно, отметил глава региона, поручив главам муниципалитетов подготовить новогоднее убранство. При этом самарский губернатор оставил чиновников дежурить на Новый год. Период праздников характеризуется тем, что когда случается то или иное происшествие, некоторые ответственные могут не среагировать. Поэтому на Новый год все главы остаются дежурными на своих рабочих местах. Сам глава региона тоже заявил, что останется дежурить на своем рабочем месте. В Самаре начал работу колл-центр для тех, кто хочет получить информацию о прохождении военной службы. Позвонив по телефону горячей линии, можно узнать о преимуществах службы по контракту, условиях ее прохождения и мерах социальной поддержки. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Его работу оценил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Подробности в нашем сюжете. Доброе утро. Вы дозвонились в единый пол-центр по набору на военную службу по контракту города Самары. Мы готовы проинформировать вас о преимуществах военной службы по контракту, условиях приема и мерах социальной поддержки. Для тех, кто хочет защищать родину и решил отправиться в зону СВО, в Самаре открылся консультационный центр «Победим вместе». Позвонив по телефону горячей линии, можно получить полную информацию о прохождении службы по контракту. Узнать о ее преимуществах, условиях прохождения, а также о мерах социальной поддержки. Среди них бесплатное предоставление земельных участков, льготное зачисление детей участников СВО в детские сады, бесплатное питание в школах. В Самаре число мужчин, поступивших на военную службу, растет. Поэтому колл-центр работает в круглосуточном режиме. Его работу оценил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. У нас сидят операторы, которые принимают звонки. Значит, при поступлении звонка они отвечают на все вопросы необходимые. В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева единовременная выплата за заключение контракта составляет 2 миллиона рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Евгений Куликов, ветеран СВО, уверен, работа колл-центра необходима. Когда он вместе с другом в 22-м году принял решение отправиться в зону спецопераций, трудно было оперативно получить всю необходимую информацию об условиях службы. Хотя в том, что идти помогать своим необходимо, сомнений не было. Мы все-таки за Россию. Мы пошли непосредственно за то, что все-таки ребята там все. Надо помогать своим, как сказать, простыми словами, да, за Родину. Тем, кто вернулся, с 1 ноября стало проще оформить справку для подтверждения статуса участника СВО. Сделать это можно в МФЦ или на госуслугах. Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку, и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены его семьи. Также с 1 ноября определен единый образец документа, подтверждающего статус участника спецоперации. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. Ветераны СВО с особенностями здоровья садятся за руль автомобиля. В Самаре стартовал проект по обучению вождению на машинах с ручным управлением. Программу реализует ДСААФ и Фонд защитники Отечества. На первом занятии побывала наша съемочная группа. Ветеран СВО Николай Суханов до спецоперации был автолюбителем. Вернувшись домой в инвалидном кресле, решил не менять привычку. Поэтому записался в автошколу ДСААФ. Теперь учится водить машину с ручным управлением. Да, нормально. Все то же самое, как и до получения ранения. В деревне, когда рос, водил. На СВО было дело поездил. Ездить умею. Под себя, конечно, потом буду брать отдельно уже. Более какую-нибудь хорошую машину на ручное управление переделывать и кататься. А так, как бы, ну, выделяют машину. Поездим, поучимся. В группу автошколы ДСААФ записалось 15 ветеранов. На первые занятия пришло семеро. Остальные пока проходят лечение и реабилитацию. Это особые курсанты, рассказывает инструктор по вождению с 20-летним стажем Павел Харьков. Чтобы ветераны-колясочники быстро научились водить автомобиль, наставники прошли курсы повышения квалификации. Основным предметом была психология. Ведь каждому герою СВО нужен индивидуальный подход. Вот у них тяга к жизни такая, что обалдеть. Люди специально идут, чтобы не сидеть дома, а чтобы хоть видеть, ездить где-то доступно на концерты, в музеи. Это же очень хорошо. Уникальная программа по подготовке водителей-колясочников, ветеранов СВО, реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между региональным отделением ДСАФ России и фондом «Защитники Отечества». Строг обучения – два месяца. Теория онлайн, практика на машинах, на автодроме ДСАФ на проспекте Кирова. В удобное для ветеранов время. Занятия бесплатные. Программа социально значима для ребят, ветеранов СВО. Для того, чтобы решать им социальные задачи, семейные вопросы. Мы это хорошо понимаем и с большой ответственностью относимся к этому. И делаем все возможное для его успешной реализации. Чтобы записаться на водительские курсы в автошколу, ветерану СВО с ОВЗ нужно получить медицинский допуск по вождению машины с ручным управлением. Затем обратиться в фонд «Защитники Отечества». С собой взять паспорт и СНИЛС. Сформированную группу из 15 человек отправят на обучение. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Обменялись опытом и поделились знаниями по работе с военнослужащими. В Самаре стартовали учебно-методические сборы с помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими в соединении и воинских частей Центрального военного округа. В мероприятии принимают участие более 20 священнослужителей. О роли религии в воинском деле и о том, как строится работа военного духовенства, расскажем в нашем сюжете. Проведение религиозных обрядов, духовно-просветительская работа, формирование здорового нравственного климата как на поле боя, так и за его пределами. Такие задачи стоят перед Институтом военного духовенства, который по указу президента возродили в Вооруженных силах России 15 лет назад. По мнению экспертов, сегодня, когда нет дефицита информации, важно иметь духовную опору и нравственное воспитание, чтобы не стать объектом манипуляций. Современный человек, он не знает себя и не изучает. Он везде находится на периферии, по большому счету. Внешнего мира, чужих блогов, хайпов и так далее. И, к сожалению, на вот этой волне базируется власть многих глобальных субъектов, которые опираются на обман, дезинформацию, ложь, решают сугубо свои интересы. За плечами отца Александра Лемешко служба в Сирии и шесть командировок в зону СВО. Запрос у всех один, делится священнослужитель. Унять душевные переживания и научиться верить в Бога. Первое, что нужно сделать для решения проблем, обратиться к Богу с молитвой. Почитать духовные книги. Размышлять над своей жизнью. Потому что путь православного христианина – это путь покаяния. Путь, или по-гречески это звучит как метаноя, что значит перемена ума. То есть, чтобы человек избавился от каких-то заблуждений, суеверий, неправильных взглядов на жизнь. Среди военнослужащих много и мусульман. Поэтому в состав военного духовенства входят имамы. Нам делить абсолютно нечего. Когда мы начинаем искать разницу в нашей вере – это кровь, это война, это смерть. Поэтому мы придаем всегда им то, что в любой вере нужно искать единение. В учебно-методических сборах представители военного духовенства приняли участие более 20 священнослужителей, чтобы обменяться опытом работы с военными и поделиться знаниями по организации работы в зоне СВО. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. В октябре жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей рекордные 542 миллиарда рублей. Это на 60% больше, чем год назад. Больше всего денег в октябре было потрачено на покупку автомобилей китайских брендов – почти 335 миллиардов рублей. Но их доля падает. Затраты на покупку автомобилей других брендов выросли заметнее. Речь о российских, европейских и американских производителях. Расходы россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли с прошлого года на 16% до 17 800 рублей. Здесь учитывается комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль. Аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа и услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию. Например, средний чек на аккумулятор достиг 6400 рублей. А цена по услугам шиномонтажа и автосервиса составила 2600 рублей и 7350 рублей соответственно. Авторы исследований отмечают, что увеличение средней стоимости покупок произошло в том числе на фоне более активного обновления автопарка в стране и увеличения вторичного рынка автомобилей. 53% опрошенных россиян предпочли бы получить на Новый год подарок-сюрприз вместо того, который они выбрали заранее. При этом наиболее предпочтительным среди презентов оказалась туристическая путевка. Далее в списке билета на концерт – личные гаджеты, техника для дома. По 20% выбрали предметы гардероба и подарочные сертификаты. Рады россияне будут качественной косметики или парфюмерии, набором для творчества, курсом онлайн-обучения, спортивным аксессуаром, электронным книгам и настольным играм. В России на 40% вырос спрос на аренду загородных домов в новогодние каникулы. Средняя длительность аренда составляет трое суток. Самые популярные даты – 30 и 31 декабря. Средний срок проживания составляет три дня, а средний чек – 14 600 рублей за ночь. Лидерами по числу бронирований, помимо Большой Тройки, Московская и Ленинградская области плюс Карелия, стали Краснодарский край и Ставропольский, Ярославская, Владимирская и Кемеровская области, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Есть долги, нет воды и электричества. РКС «Самара» отключили водоснабжение и канализацию в квартирах неплательщиков. Общий долг потребителей перед энергоснабжающей компанией составляет более 1 миллиарда рублей, а перед одной из управляющих компанией – более 100 миллионов. О том, как борются с должниками, расскажет Елизавета Прокопенкова. Ресурсные организации РКС «Самара» и «Самгэс», а также управляющая компания «Коммунресурс» объединили усилия в борьбе с должниками. Жильцы квартиры в доме 16-го квартала мехзавода накопили долг больше 170 тысяч рублей заводу, канализацию, электричество и обслуживание дома. На связь не выходили, уведомления игнорировали. В результате остались без удобств. Законодательством устанавливается срок для оплаты. Это 10-е число каждого месяца. И расчетный период, по истечению которого мы можем отключить. То есть два расчетных периода, когда проходит, то в целом канализация может быть уже отключена. Не будет иметь значения, сумма маленькая или большая. То есть два периода задолженности, и канализация в принципе пропадает. Долги за коммунальные услуги в «Самаре» впечатляют. Более одного миллиарда за холодную воду только перед «Коммунресурсом». Все это могло пойти на перекладку и строительство сетей, обслуживание и ремонт домов. Прежде чем отключить услуги, ресурсные компании, учитывают платежеспособность должника, пытаются выйти с ним на связь. Мы занимаемся тем, что уведомляем потребителей о том, что у них есть задолженность, любыми доступными способами, чтобы побудить их данную задолженность регулировать в добровольном порядке. На проспекте Карла Маркса один из жильцов не платил за коммунальные услуги ни разу, даже после судебных решений. Общий долг составил больше 150 тысяч рублей. Неплательщику отключили и свет, и водоотведение. Для возобновления услуг абоненту придется оплатить не только долги, но и работы по снятию заглушки от 5 до 7 тысяч. И за подключение электричества – 2800 рублей. Должники выбраны не случайно. Это платежеспособные должники, должники, которые имеют соответственную задолженность как перед управляющей компанией, так и перед ресурсоснабжающими организациями. Отключение проводится регулярно. Только сам ГЭС ежемесячно проводит 3000 выездов по адресам должников. А РКС «Самара» уже предупредили о долгах 45 тысяч абонентов. Ресурсная организация и управляющая компания, призывая должников не прятаться и не доводить ситуацию до отключения услуг, а погашать задолженности и оформлять рассрочку. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Помнить, чтобы жить в Самарском государственном техническом университете открылась фотовыставка, направленная на профилактику терроризма и экстремизма. Слово Августине Охременко. Вспомнить о самых крупных терактах и уметь предотвратить их. Для студентов Самарского государственного технического университета открылась фотовыставка «Помнить, чтобы жить». Учащиеся могут ознакомиться с тремя информационными стендами. Первый рассказывает о хронологии самых крупных террористических актов, которые были в России. На втором стенде собраны воспоминания свидетелей и участников тех событий. А третий содержит информацию о мерах ответственности за подобные преступления. Важно помнить о трагичных событиях, которые уже произошли, но и важно понимать и знать, как действовать в настоящем. К сожалению, от беды заречься нельзя. Поэтому все эти важные идеи, все эти важные посылы, все фотовыставки носят. В хронологическом порядке она составлена и рассказывает о самых трагичных событиях, которые коснулись наших жителей страны. Информированность, эмоциональная включенность позволяют молодежи стать более бдительными, более активными. Помнить о тех людях, которые положили свою жизнь за то, чтобы мы жили своей спокойной, мирной жизнью. Возможно, посетив данную выставку, они будут активнее отслеживать в социальных сетях какую-то информацию, что кому-то требуется помощь. Возможно, сдать кровь, возможно, организовать какую-то документарную помощь, поддержать информационную. Возможно, они будут более внимательны к своим товарищам. Главное – сформировать у них стойкое убеждение, что оправданий террористическим действиям нет. В рамках фотовыставки «Помнить, чтобы жить» для студентов пройдут лекции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. Занятия проведут психологи, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Я очень люблю нашу родину, я очень люблю нашу Россию. И я считаю, что такие выставки, они необходимы для просвещения молодого поколения, для того, чтобы люди узнавали, что на самом деле происходит, и также прививали как и патриотизм, так и любовь к родине. Я считаю, что настоящая экспозиция должна стать напоминанием тому, чтобы мы были бдительны и понимали ценность объединения усилий в создании безопасного мира. Это станет хорошей площадкой для диалога, для генерации новых идей, для понимания того, что безопасный мир в ваших руках. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, проходят во всех образовательных организациях города. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. Сказочные персонажи и космические приключения в Доме актера открыли выставку самарского художника Юрия Ивукина. Наша съемочная группа оказалась в числе первых зрителей. Самарский художник Юрий Ивукин по образованию является учителем истории и английского языка. Однако это не помешало ему заниматься любимым делом – созданием картин. Уже более 50 лет он создает работы, которые представил на своей новой выставке в Доме актера. Мое дело сделать, а дальше я уже ни за что не отвечаю. Когда я делаю, я, конечно, желаю всем мира, спокойствия, душевного равновесия. Но когда уже свое дело сделал, уже поздняк метаться, потому что дело сделано. То есть зритель сам должен уносить свое суждение. На выставке живописи Юрия Ивукина гости смогли увидеть более 40 работ, выполненных акрилом, маслом и темперой. Наконец-то попал на прекрасную выставку этого прекрасного художника, разностороннейшего художника, который просто двигает свое творчество в разные стороны. И он совершенно разная работа. Мне это очень нравится. Это мой любимый художник. Очень много в том числе юморных работ. Даже те, которые кажутся, что там нет юмора, все равно, если внимательно посмотреть и глядеться, это так. Ну, животные, само собой, всегда вызывают легкую усмешку. Не без этого. Выставка живописи Юрия Ивукина продлится до 20 декабря. Посетители могут не только увидеть работы самарского художника, но и приобрести их. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. В Самаре каратисты сразились за Кубок России. Кроме этого, параллельно прошли всероссийские соревнования среди юношей и юниоров «Самарский кайман». Около 500 спортсменов претендовали на места на пьедестале почета. Подробности расскажет Сергей Кизоркин. Каратист Виталий Бушман приехал за Кубком России в статусе чемпиона страны. Побеждать мастеру спорта помогает не только доскональное знание приемов японского единоборства и дисциплина, но и характер, умноженный на волю к победе. Этому чемпион учит детей-подростков в своей секции каратэ и кеокусинкай. Когда встречаются два сильных бойца, у кого характер пожестче, тот и побеждает. Я себя настраиваю как, что я прошел хорошую подготовку, я там сильно бью, хорошо защищаюсь. Мой учитель меня верит, мои товарищи по команде меня верят. И у меня есть все, чтобы победить. Кубок России по каратэ разыгрывают в Самаре не первый раз. Руководство Всероссийской Федерации кеокусинкай отмечает высокий уровень проведения соревнований в столице 63-го региона местной спортивной организации. Эта федерация входит в топ-10 российских организаций. Поэтому этот вид спорта имеет хорошие традиции на самарской земле. В Самаре отборы на международные соревнования прошли около 600 каратистов из 25 регионов России. На это ушло два дня. Спортсмены разбивали доски руками и ногами, показывали правильную технику выполнения приемов, сражались в поединках. Если нет досрочной победы, нокаут или нокдаун, тогда судейское решение. А во взрослом турнире перед полуфиналами проводится соревнование по томосеваре. Это разбивание твердых предметов. И если ничейный результат, учитывается результат досок. На соревнованиях по каратэ в этом году ввели новую дисциплину – кабудо. Это единоборство зародилось в Японии и изначально заключалось в умении использовать сельскохозяйственные орудия труда в качестве боевого оружия. На соревнованиях спортсмен индивидуально показывает судьям приемы владения таким оружием. В новой дисциплине пока лидируют Москва и Санкт-Петербург. Самара наступает им на пятки. Оружие накладывает свою специфику. Спортсмен должен показать уверенное владение оружием, умение манипулировать им, выполнять защиты и удары в правильные уровни, в правильные точки, продемонстрировать высокую координацию и общее понимание рисунка боя, тактики боя. Призеры соревнований, кроме медалей, получили еще и звание мастеров спорта по каратэ. Как рассказали ветераны этого вида единоборств, год от года популярность Кио Косинкай в России только растет. Поэтому и конкуренция на турнирах разного уровня такая же жесткая. Многие родители приводят детей, чтобы они могли, в первую очередь, за себя постоять, потому что Кио Косинкай считается одним из самых жестких видов каратэ, более контактных. У нас нет прямых ударов руками в голову. Соответственно, это безопасно для головы. И многие родители предпочитают этого детей Кио Косинкай. Одновременно с Кубком России среди взрослых прошли и всероссийские соревнования для юноши и юниоров «Самарский кайман». Этому турниру уже 15 лет. На этом турнире приезжают спортсмены с разных организаций, чем и сильна такая система поединков. И сегодня на этом турнире выступают люди, которые являются чемпионами Европы, мира, заслуженными мастерами, международниками. Победителей призеров Самарского Кубка России ждет чемпионат Азии, который пройдет в декабре в Узбекистане. А уже в 25-м году самарские герои каратэ поедут на очередной чемпионат мира. При условии, что они смогут также достойно проявить себя еще на Кубке Кубани и чемпионате России. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В Самаре установят навигационную систему Вехи. Благодаря ей ориентироваться в маршрутах городским достопримечательностям будет легче. Указатели уже начали устанавливать на Хлебной площади и у Струковского сада. В рамках первого этапа реализации проекта установят 10 интерактивных арт-объектов. На это выделили более 30 миллионов рублей. Порядка шести указателей оснастят сенсорными экранами. Навигационные панели объединили с символом города, крыльями над Волгой. В Вехах Самару разделили на пять зон, которые отражают историческое и географическое развитие региональной столицы, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары приглашает своих подписчиков принять участие в первом муниципальном форуме экспортеров Самары. Он состоится 26 ноября. Запланировано шесть деловых сессий. Спектр тем. От действующих мер поддержки для бизнеса до заключения международных контрактов. Также наградят лучшие экспортно-ориентированные компании. Стартовали масштабные соревнования для специалистов цифрового искусства. Чемпионат Артмастерс Регионы. Он пройдет по двум направлениям – кино и театр. Будет 16 творческих компетенций. Соревнования между сборными федеральных округов призваны выявить талантливую молодежь и дать им возможность профессиональной реализации в региональных кинокомпаниях и театрах. Победители и призеры соревнований смогут создать полнометражный фильм или поставить спектакль на базе региональных кинокомпаний и театров страны. Напомним, что в прошлом году семь молодых людей из Самарской области прошли отбор чемпионата творческих профессий. Успейте подать заявку до 10 декабря, пишет телеграм-канал промышленного района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин